Весна в Иванове выдалась протестной. Были и оппозиционные акции, пикеты и митинги. Пожалуй, самый крупный и массовый из последних состоялся 5 мая, в преддверии инаугурации президента. Городские власти шествия от площади Ленина до Дворца искусств не согласовали. Правда, недовольных горожан это не остановило. Полиция, наблюдавшую за происходящим, задерживать всех подряд не стала. Однако одного из организаторов, Андрея Ахмедулова, по его словам, стражи порядка старались силой затащить в служебную машину. Ко мне подошло три сотрудника полиции и сказали, что пройдемте с нами в автобус, не представившись, не предъявив, на каком основании они меня хотят забрать. На что я сказал, что с вами не пойду, пока вы не представитесь, не предъявите законные требования. На что один сотрудник полиции сказал, вяжем его, и двое других взяли меня под руки и потащили силы в автозак. Организатору митингов по всей стране Алексею Навальному повезло куда меньше. С митинга в Москве полиция увела его через считанные минуты после появления на публике. За нарушение законодательства о массовых собраниях его в очередной раз арестовали на 30 суток. Участие в несанкционированных митингах запрещено законодательно. По административному кодексу положен штраф или арест. Но разве санкции могут остановить оппозицию? Ну, сейчас, конечно, ждать суда. Потом, соответственно, также будет апелляция. И дальше по судам более высоких инстанций, вплоть до ЕСПЧ. Иллюзии я не строю, конечно, сейчас в первой инстанции точно будет, конечно, какой-то штраф или, может быть, какие-то принудительные работы. Но для меня, на самом деле, ничего это не поменяет. У сотрудников штаба Навального к городским властям и правоохранителям есть целый ряд претензий. Не устраивает, что в мэрии мешают организовывать публичные акции. А полицейские не соблюдают закон про задержание. Присылают повестки неустановленной формы. По иронии судьбы, координатора штаба Николая Дьячкова задержали как раз во время обжалования очередной повестки из полиции. Меня прямо из суда доставили в Ленинское ОВД. Соответственно, в Ленинское ОВД составили протокол и принесли повестку уже в Октябрьское ОВД. Вот, соответственно, в принципе, это все действия, которые были ко мне, примененные после митинга. Всем трем организаторам несогласованной акции остается ждать суда. Рядовых участников митинга, по нашей информации, наказание не настигнет. Однако это совершенно не означает, что закон распространяется лишь на зачинщиков массовых собраний. Для организаторов митинга предусмотрена административная ответственность в виде копного штрафа до 300 тысяч рублей, если это физическое лицо. А также качество привлечения к административной ответственности в виде административного ареста до 20 суток. Необходимо учитывать, что в случае совершения повторного административного правонарушения, это предусмотрено увеличение штрафных санкций. По сравнению с другими городами, оппозиционные акции в Иванове проходят довольно мирно. Протестующие не дебоширили, полиция, в свою очередь, не применяла силу. Но делать выводы рано. Впереди у опального политика и его сторонников еще не один повод собраться. Верить словам Алексея Навального или же относиться к ним скептически – выбор сугубо личный. Ясно одно – несогласованные акции, митинги и шествия запрещены законом. Если гражданин принимает решение участвовать в них, он должен быть готов понести за это наказание. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.